Здравствуйте! Добрый день! Кому-то добрый вечер! Утро доброе! Или доброй ночи! С вами снова я Томара! И я Ольга! Я обещаю вам рассказать о тех книгах, которые стоит читать всей семьей, вместе с детьми. А Оля... А я выбрала из новых книг те, которые меня чем-то заинтересовали. Это книги абсолютно разных жанров, но вот мне захотелось с ними познакомиться поближе. Честно говоря, я просто заставила Олю, чтобы она со мной сегодня сделала этот ролик. Мне всегда приятно спорить. Начальница имеет право заставить. Да. Итак, начинаем. У меня больше книг. Я начинаю, да, Оля? И хочу я начать с дюймовочки, да? Дюймовочка. Но это необыкновенная дюймовочка. Здесь иллюстрации Виктории Ватолиной. Вы понимаете, вот как зависит книга от иллюстрации. Если мы, вот у меня здесь есть старые книжки. Старая дюймовочка, да? Олечка на нем, а вот, вот, вот. Смотрите, какие у нас старые книги есть. Особенно насколько от иллюстрации зависит желание ребенка читать. Да, обязательно эту книгу. Но везде в переводе Анны Ганза. А вот, значит, иллюстрации Виктории Матолиной. Ну, Оля, как ты думаешь, это для какого образа иллюстрации? Знаете, я пролистала эту книгу, мне иллюстрации понравились. Но я считаю, что все-таки это, наверное, для совместного чтения родителей, родителями, своим детям этой книги, да, чтобы вот обратить внимание на эти иллюстрации, да? То есть, вот, эти иллюстрации нельзя, наверное, так быстро прористывать, и в них надо всмотреться, чтобы они не понравились. Да, 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 да. Я думаю, что когда я ребенком, если ребенку я посмотрела эту книгу, то мне не очень понравились эти иллюстрации. Мне просто хотелось чего-то более яркого такого. Но вот сейчас мне эти иллюстрации понравились. Ой, какие жабы, да. А я всегда все равно перед любым обзором перечитываю даже детские книги. И хочу вам сказать, какие взрослые вопросы ставит Андерсон в своих книжках, казалось бы, для детей, да? Даже стоит ли выходить замуж только вот по финансовому критерию. Вот Крот, он же был богат. Ну, почему его Димовочка так и полюбила? Задумайтесь, милые девочки, да? Ну, мне нравятся эти иллюстрации. Мне кажется, что такую книгу надо иметь дома, да? Вот когда вот хочется как-то поближе со своим ребенком, скажем так, как вы контактируете вместе, вот прочитать такую чудесную книгу, посмотреть эти иллюстрации, да? Произмышлять даже над этой, казалось бы, такой старой всем известной сказкой, действительно, насколько в ней смысла. Да. Поэтому читаем мы все вместе дюймовочку. Ну, конечно же, я начинаю с детектива, триллера, скандинавского триллера. Камила Греби «Оцепенение». Камила Греби – это шведский автор. Дмитрий Корягин присылал нам новых детективов. И вот у Камилы Греби у нас уже есть книга «На льду». «Оцепенение». Представляете, вот вы с ребенком читаете, он заснул, и вы, наконец-то, выдалось время для себя, и вы берете триллер. Камила Греби, она вообще писала со своей сестрой, и предыдущие ее произведения очень высоко ценятся любителями триллеров. И вот в 2017 году ее книга «Дневник моего исчезновения» получила премию как лучший шведский детективный роман. И именно «Оцепенение» – это как бы продолжение «Дневника моего исчезновения». Я думаю, что поклонники детективов знают, что скандинавские детективы, они имеют всегда свою изюмину. Они, с какой-то стороны, холодные, но у них вот есть что-то такое, что притягивает к себе. И здесь… Мне кажется, что они были жесткие. В этой книге, ну, я думаю, что… Другой вопрос. В этой книге, значит, она насыщенная. Тут идет история молодого человека, который сорвал сделку наркоторговцев и теперь вынужден скрываться. Скрываются в маленьком городке, где ухаживают за мальчиком-инвалидом. Вот. И тут, собственно, начинают происходить убийства. Находят сначала в реке один труп, потом еще. И привлекают к расследованию, значит, детектива, который окунается в это расследование с головой, чтобы пережить свою личную драму. Привлекают к этому расследованию свою знакомую женщину-психолога. И, то есть, все это тут взаимосвязано. Несколько идет параллельно несколько главных героев. Я думаю, что книга должна быть интересной, насыщенной. Вы знаете, друзья мои, я ведь так наелась детектива, что я сейчас не могу смотреть детективные сериалы, но читать, начинаю читать детектив, и мне сразу страшно, у меня сразу повышается давление. Поэтому я сразу однозначно выношу вердикт, и я не буду читать детектив. А я, может быть, буду. Да. Вы знаете, друзья, я очень люблю Олега Роя. Я смотрю в ВКонтакте его посты или в Инстаграме, да. Он так хорошо пишет. Ну, знаете, ну, как-то я его, как человека понимаю. Ну, почему-то читать произведения для взрослых. Я не могу, я не знаю, что происходит. Я начинаю, и мне. Я могу сказать, что у Олега Роя вот у нас среди читателей есть свои поклонники, есть свои, скажем так, антипоклонники. То есть, кто-то его прям любит и читает все его мнения, кто-то берет одну. Нет, я не могу это читать. Ну, это, наверное, с каждым писателем так происходит. Ну, как-то вот у него это очень ярко. Ну, вы знаете, что он пишет ведь очень много небольших рассказов для детей, которые экранизируются. И вот такие замечательные мультики по рассказам Олега Дракоша. Второе, да? Дракоша тоже. Значит, здесь Закаляка, Маркиза Каприза. Но я вам скажу. Я вчера решила прочитать Закаляку. Я ничего не поняла. Нет, я могу сказать, что могу потом про Зелуру читать Закаляку меня. Я скажу, что здесь даже есть некий тоже такой философский создатель. Да, да, да. Но он как-то немножко обрывается и что-ли становится не совсем понятно. Хотя, в принципе, его здесь найти можно. И поразмышлять. Да. Но когда я решила посмотреть мультфильм, а он идет пять минут, мне стало все ясно, все понятно, чудесно. Видимо, просто я отошла от таких детских книг и детскую книгу не смогла понять с первого раза. Но я думаю, что дети у нас умнее, чем я. Поэтому читайте Алия Гороя своим маленьким-маленьким детишкам. Но это тоже книга для совместного чтения, когда вы с малышами учитесь добру, пониманию, сочувствию. Когда я увидела эту книгу, я подумала, как я могла забыть про Елену Колину. Книга называется «Дорогая Дуся». Просто несколько лет назад я зачитывала с романом Елены Колину. Я не такой человек, который там читает постоянно романы одного автора, но ее просто книги, я прочитала их очень много. Начиная с «Дневника новой русской», «Дневник новой русской 2», «Дневник измены» и так далее. Потому что мне очень нравится, как она пишет. Это читать очень легко. Юмор. Знаете, просто ты не можешь оторваться от ее книг. Не могла вернее. Потому что, как я уже сказала, много лет назад я ее читала и забыла про нее. Видимо, новые книги у нее не особо часто выходили. И просто обрадовалась, когда увидела и подумала, что я должна прочитать эту книгу. Это только новая книга. Ну, я такой не читала, во всяком случае. Не помню даже такого названия у нее. Здесь нельзя сказать, что есть какой-то определенный сюжет. Это, наверное, ее какие-то размышления о своих мирах. У нас у каждого есть какие-то размышления о мире, о разных вещах, об отношениях и так далее. Да. И вот это такая, наверное, книга, которая вот, ну вот, такая книга вот, книга размышления о чем-либо. Вот. Просто я знаю, что Елена Кольникова, как я уже сказала, пишет легко. И я думаю, что мне понравилось. Мне надеюсь. Друзья мои, когда я увидела вот серию книг Жильбера, вот скажи фамилия. Делайя. Фамилия. Скажи фамилию. Уже не по-русски стало говорить. Жильбер Делайя. Да. И Марсель Маржелье. Марсель Маржелье. Марсель Маржелье – это художник, иллюстратор этих книг этой серии, да? А Жильбер… А Делайя? Ха-ха-ха. Это автор. Так вот, в этой книге самое главное все-таки текст. Потому что я не люблю лицемельник. Хочу сказать, что мне не нравятся вот эти иллюстрации. Абсолютно. Ну, абсолютно не нравятся. Но, когда я стала читать «Маруси, подружка всех зверян», «Маруся на отдыхе», вот эту я книжку прочитала, «Маруся спортсменка», «Маруся на прогулке», вы знаете, замечательный текст, понимаете? Ты окунаешься вот просто… Вот как удалось автору… Вот действительно, это книжка атмосферная. Ты действительно очень многому учишься, читая эти книги недаром. Они изданы в 50 странах мира, да? И поэтому, если вы встретите книгу, пусть вас не отпугивают иллюстрации. У меня в лично не отпугивают. Да? Но текст замечательный, и дети, я уже посмотрела и отзывы, и так далее, читали, и читают с удовольствием, потому что это не новая серия, да? Раньше она называлась Мартина, а вот сейчас, как бы ближе к России, ее назвали Маруся. Я хочу сказать, что дети, они очень любят истории про детей же. Да, да. Хочу сказать, что когда Лиса у меня была помладше, и мы ложились спать, она не засыпала, я придумала истории про девочку Катю. И тоже, то есть, какие-то темы жизни я туда внедряла, да? Вот. И Алисе мне очень нравилось. Мы ложились спать, и Лиса говорила, мама, расскажи мне историю про девочку Катю. Вот. Поэтому, я думаю, что вот ребенку нравится читать про своих сверстников, про их какие-то приключения. Я согласна. Согласна. Так, ваша следующая книга. Павел Раков. Живи, люби, манипулируй, технология стабильных отношений. Я думаю, что многие из вас знают, кто такой Павел Раков, Холла, Коуч, там, который занимается, скажем так, темой отношений. У нас уже есть много книг этого автора. Я не скажу, что я, знаете, прям вот, читаю и все советы, я принимаюсь и, как сказать, принимаю к действию. Но хочу сказать, что рациональное зерно здесь определенно есть. Книга эта, она подходит для любых женщин, то есть, и для замужних, и для женщин, которые находятся в отношениях, для одиноких. Не для одиноких, а для свободных, скажем так. Вот. Собственно, как манипулировать мужчиной, чтобы он этого не заметил. Такие советы здесь делает Павел Раков. Вот. Знаете, с чем-то я категорически не согласна, но что-то все-таки, ну, с чем-то согласна. Да? То есть... Есть поговорка, что муж – голова, жена – шея. Ведь, значит, шея, она тоже всегда манипулирует головой. Но, собственно, Павел Раков не открыл, но в Америку сказано, что женщина должна манипулировать мужчиной. А, может быть, мужчина и ждет этих манипуляций, понимаете? Ну, не всем это удается. Это как манипулировать? Это графа. Я думаю, что манипулировать – это слово, оно не имеет плохого смысла, да, зачастую? То есть, например, да, вот такая проблема. Вот у мужчин какие-то проблемы. Как женщина должна вести себя в такой ситуации? Вот, например, Павел Раков говорит, что не надо, там, как-то вешать на себя эти проблемы, но нельзя их и игнорировать. Он, наверное, и совсем другие советы. Ну, собственно, скажу так, занятная книга, и можно что-то для себя полезного вычеркнуть. Но ничего. В общем-то, когда вы прочитаете «Детям Марусю», потом они у нас засыпают, и вы читаете Павлу Ракову. Я могу сказать, что, знаете, я не могу Павлу Ракову читать вот так всю книгу, то есть вот прям страничку за страничкой, потому что с чем-то я совершенно не согласна, не читать никак. То есть, он пишет одно и, допустим, сам же себе в чем-то противоречит. Но при этом все равно вот с чем-то я очень согласна. Да, что, например, допустим, не надо мужчин вот вызывать на разговор об отношениях. Да, я вот… Ну да, это самый дурацкий вопрос. Ты ко мне серьезно относишься? Ну, женщине просто… Ну, человек в самом деле… Женщине, понимаете, это хорошо разрушается, когда ты сидишь и даешь советы. Но когда ты вот в жизни все, маришься, да, просто женщине не хочется знать, а что дальше? Ну, Оля, ну согласись, если мужчина тебя спрашивает, ты ко мне серьезно относишься, а ты сама еще не знаешь, как ты к нему относишься. Эта жизнь делает сама за себя. Нет, понятно. Ну вот я такая глупая работа, я так хотела еще вот это доказать своей дочери. Друзья мои, ну я считаю, что Свин Муртквист, как и наш любимый Сутеев, да, я думаю, книги Сутеева есть в каждом доме, потому что все малыши любят Сутеева, любят его рисунки, небольшие… Ты делаешь мультфильмы по его книгам? Ты не поверишь, Оля? Ну я до сих пор люблю мультфильмы. Ну я тоже люблю. Вот даже вот можно ее возьму? Да я даже, по-моему… Самая классная книга для детей. Ну у меня таинчика Алимпий 777 написала, ну хорошо, Сутеева все, но уже три года мы хотим идти дальше. А дальше идите со Свином Муртквистом, шведским писателем, который тоже и художник, и автор простых незатейливых историй, но где заложен очень хороший философский, так скажем, смысл, да, их 12 этих замечательных книг. Нам первую серию прислала Лариса Чаранева, за что ей огромное спасибо, да, а сейчас мы еще одну серию заказали, потому что эти книги пользуются невероятным спросом, вот так у родителей, так и у детей. Я хочу сказать, да, что ты не знаешь, какая книга выстрелит, да, вот в это приходят книги, да, вот какие-то яркие, интересные, там, прям, книга, которая кажется, ой, детям понравится, а детям она не нравится. И вот про Петсон и Финдус просто это намрывает, честно да, это что-то, да. И я, ну, как бы читала так, если что-то не задумываюсь, а вчера прочитала «Чужак в огороде», вы не поверите, мне стало так грустно просто прочтение этой книги, когда этот Финдус, этот хулиган такой маленький котенок, который считал себя самым главным в этом огороде, да, курицы все были, так сказать, в его распоряжении, он всеми командовал, и тут появился петух, и как он совершил некрасивый поступок, а какой, вы прочитаете, конечно же, и все со своими детками и узнаете. А дети так любят рассматривать его рисунки, они иногда у нас сидят здесь прямо в библиотеке, да, ведь каждая деталь, когда она просто заманивает детей, вот эти удивительные рисунки. У нас люди приходят, мама с детьми, папа с детьми, берут эти книги, возвращают, потом возвращаются снова за этими книгами, потому что у детей же есть такая черта, да, им нравится читать иногда одни и те же книги, вот, поэтому вот абсолютно не лукавство, что эти книги у нас бешеные, у нас сейчас работает. Лита, наша коллега, и нам сказал, извините меня, пожалуйста, я у вас держала книгу больше года про Фунтика, Фунтик, Фунтик ведь? Предпрощен? Да. Ведь про Лунтика. Про Лунтика. Про Лунтика. Просто дочка не засыпала без книги про Лунтика, и вы нам звонили, а мы всегда говорили продлите, нам продлите, продлите, потому что не могли, как бы купить не могли, и не могли ребенка оставить без этой книги. У вас все? Нет. У меня еще далеко не все. Ну как? Я очень обрадовалась, когда увидела этот путеводитель для пешеходов, прогулки по Турции. Путеводитель с планами и объемными схемами. Я люблю Турцию. Но когда я собираюсь ехать, то я забываю о том, что я что-то там хотела посмотреть. А вот всегда интересно посетить какие-то места, да, и знать больше про их историю. Про историю городов, в которые ты хочешь съездить. И в этом путеводитель это есть. И мне очень хочется с ним ознакомиться, и я надеюсь, что… И запланировать. И запланировать. И, ну, открыть для себя в Турции еще что-то новое. Угу. Угу. А я хочу вам сказать, что вот Андрей Усачев тоже пользуется у нас, так скажем, бешеной популярностью, да. Берут Дракошу, там уже трилогия и тетралогия, да. Дракошу в городе читают. Ну, все читают в основном. Вместе с мамами и папами. Это тоже семейное чтение, да. Ну, умную, знаменитую собачку Соню. Это любимая книга очень многих. Тоже можно прочитать, конечно, вместе. Ну, а стихи какие обалденные. Просто трилогие. Я могу сказать, что Андрей Усачев, наверное, мой любимый детский писатель. Когда у нас какие-то конкурсы чтецов, в которых Алиса участвовала, и мы искали стихи, я всегда знала. Первую книгу я брала Андрея Усачева, потому что у него обязательно можно было надойти что-то вот интересненькое. Да. Ну, например. Планета кошек. Есть где-то кошачья планета. Там кошки как люди живут. Читают в постели газеты, и кофе со сливками пьют. У них есть квартира, и дача машины, и прочий комфорт. Они обожают рыбачить, и гостят детей на курорты, и так далее, и так далее. Это какая-то вот в этих его стихах маленькая жизнь. Да? Андрей Усачев, лучшие стихи. Ищите и считайте. Вот как важно все-таки родителям, да, приобщать ребенка к чтению. Ведь это, на самом деле, вот такая определенная, как бы, мне кажется, что ли медитация, да, вот когда родители сближаются с детьми через книгу. Да, да, да. И вот как-то она мне сказала, что она своим детям читала вот просто с пеленом, да. Иначе, как она сказала, она бы не приучила их к чтению. И мне как-то так, я запомнила эту фразу и подумала, действительно, иногда родители жалуются, что их дети не хотят читать, да. А ведь на самом деле все зависит от родителей, от нас. Да, да, да. Сейчас ты или я? Ну, давай я, а потом ты. Адриан Махо. Герда. История одного кита. Это тоже для детей маленьких, потому что здесь самое главное иллюстрации. Гердская книга года в Чехии. Хотя Адриан Махо писатель, который живет в Братиславе, в Словении, да. Ну, посмотрите, как хорошо жилось этому китенку. Китенышу. Девочки. Китенку. Герде, да, все вместе. Папа с мамой и с братиком. И вдруг произошло страшное. И она осталась одна в этом полном море. Да. И она стала искать, конечно же, свою семью. Или хотя бы она хотела найти своего братика. Знакомилась здесь, естественно, с обитателями морского дна, да. Поэтому с ребенком почитать эту книгу одно удовольствие. А здесь они уже нашли друг друга. Сестренка и братишка. И продолжение бестселлера. Вот. Жизнь, которая все-таки, где и потери, но где все-таки бывают и хорошие. Хорошие, хорошие. Смотри, как Фордан такое выкладывает. Хорошие события. И такая книга профессионального плана. Александр Амзин. Интернет-журналистика. Александр Амзин – это медиа-консультант. Он создал свой сайт о медиа, написал учебник, преподавал журналистику 10 лет. В общем-то, но медиа сейчас даже не стоит говорить о том, насколько это вошло прочно в нашу жизнь. И вот о том, как правильно подавать информацию, писать тексты, как их структурировать. Но и как писать грамоту. Иногда ведь даже не то, что знаешь русский, не знаешь, иногда ты забываешь какие-то правила, или ты уже не успеваешь за изменениями этих правил. Здесь и тема, собственно, как правильно писать, тоже затронута. Я думаю, тем, кто связан с сферой медиа, будет интересно читать эту книгу. И вот даже я хочу с ней познакомиться, чтобы, ну, как-то, наверное, стать более профессиональным профессионалом. Ну что ли, друзья, вот и все, что мы хотели вам рассказать. Если вам было интересно с нами, ставьте лайк. И, конечно, очень интересно мне, что же вы читаете своим детям. Вы скажете, ну, Тамара Дмитриевна, вы же обещали большой ролик только детских книг. Все будет. И для подростков, и еще для детей. Дайте только время. Потому что времени сейчас очень мало. Столько у нас народу повалило в нашу новую библиотеку. Вы не представляете. Наконец-то мы можем это сказать. И как бы у нас еще ни разу не было, чтобы от и до закрытия, а сейчас мы будем работать до семи часов вечера, все время был народ, все время дети, мамы с детьми читают книги вслух. То есть это что-то, ну, я не думала, что вот обновление интерьера. Ну, конечно, когда новые книги приходят, это всегда событие, радость, да? В общем, работы много, работы море. Еще надо успевать сделать ролики для вас. Спасибо вам огромное. Спасибо большое городу Краснодару, где живет Надежда Николаевна Соловьева, потому что она прислала нам две посылки, о которых тоже рассказ чуть позже. Всего доброго вам. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.